Субтитры сделал DimaTorzok Меня и отпустило Когда я выехал на трек на спортивном мотоцикле Я вообще потом приехал и говорю А нафига вот люди ездят на спортивном мотоцикле в городе Когда я купил Харлей Вот прошлый сезон У меня Хаябуса наверное отстояла Практически все лето Меня тупо звали там ребята кататься На прохваты Я с ними выезжал и мне просто не интересно было Ну понимаешь здесь вот все так Всего так много Что я даже не знаю про что тебе рассказать Потому что чтобы ты вот меня спрашивал Я бы наверное не замолчал Я не знаю что тебе интересно Потому что вот ну Скажу одно что немцы это жуткие фанаты мотоцикла Очень много людей Которые даже сами Вот ну Такие как Кулибин Как у нас да Мы привыкли думать что только у нас Кулибин есть Не поверь здесь есть Такие маньяки Это почему Здравствуй Дима Пойдет Привет Мы собрались сегодня Чтобы Вообще мы давно собирались Собраться Чтобы обсудить Жизнь Тяжелую жизнь Мотоциклистов На переделанных мотоциклах Германии Вот Но сегодня еще такой удивительный день Что еще есть кое-что обсудить Вот Наверное это многих интересует У нас же мотоциклетная тема Поэтому все равно от нее не уйдем Но первоначально Хотелось бы конечно узнать То о чем все хотят узнать Первое Ты сейчас В Германии находишься? Да А какой город? Бохаль Ну это получается Северная часть Ближе К Нидерландам Окей Карту приложу У меня тоже По географии хреново Ну и как? Ну и как? Ну Пока все хорошо Спокойно Что и следовало ожидать Понятно Немецкое спокойствие Да Че-че-че? Немецкое спокойствие Они знаешь Вот Очень так вот На этом помешаны На спокойствие Любимое слово У них такое Руй Это значит Спокойно Ну да Понятно Ну а у нас Ходит Тут такая инфа В огромных количествах О притеснении Всяких русскоязычных И вообще всего русского Ты его где-нибудь Видишь такое? Ну у себя конкретно Я такого не вижу Только в интернете Что-то какие-то всплывают Странные ролики Там И то они записаны Там Непонятно где Непонятно кем То есть да То есть я Общаюсь как бы С большим количеством То есть иностранцев Не знаю С голландцами Ну со всеми Да То есть я ни от кого Не слышу какие-то там Только одно Все хотят спросить Там Что Что будет дальше Что Что там Может быть Какая-то информация У меня есть А так Чтобы знаешь Там Кто-то мне что-то сказал Вот Вы там Такие-сякие Нет Ничего такого Я не слышу Свой адрес Интересно А в интернете Там просто Вот Целые супли Этого всего Ну видишь Смотри Германия Сама по себе Не маленькая страна Да Это 82 миллиона Ну где-то так Да Может больше Вот И у нее Очень много земель Тоже Да Вот И может быть На каких-то землях Каких-то там Приехало больше Например Каких-то Этнических Там русских Да Куда-то меньше Ну и Само собой Вот И создаются Эти диаспоры Да Ну так же Как и наверное В России Да Вот И может быть Где-то Какая-то диаспора Там Может где-то Что-то и выкинуло Да По отношению К русским Но вот Конкретно Вот На моей земле Я что-то Такого Не слышу Ну по крайней Тогда Один большой вопрос В общем-то Закрыли Потому что Больше ничего Отсюда Наверное На данный момент Не интересует В политическом плане Не имею ввиду Ну да Ну да Ну а теперь Подойдем Конкретно Наверное К нашей Мотоциклетной Теме Что здесь Всех интересует Очень давно Ну одно из Что интересует Значит у нас Принято считать Что в Германии Все ходят в трое Что кругом Прям правила Жесткие Все их выполняют И они ужасные Значит Они нацелены на то Что прям Ты ничего не можешь сделать Вот И ты прям должен Все это выполнять И правила Очень жесткие И нельзя отойти Значит первое От стока вообще Если мы берем Мотоцикл То есть все должно быть Прям по регламенту Если это не так То тебе капсда Ты не можешь ездить И все очень плохо Вот Можешь как-нибудь Это вот Озвучить Ну смотри Давай начнем Как бы по порядку Почему в Германии Очень популярно Иметь стоковый мотоцикл Первая причина Ну то что Как бы я из своего опыта Да Не буду говорить А то потом скажут Что я напиздел Да Вот Из своего опыта Первое Почему немцы Прибегают к стоку Это из-за страховки То что Например Большинство делают Там Полную страховку На мотоцикл Это говорит о том Что если мотоцикл Был поврежден Или попал в аварию Ему выплатят только За Тот мотоцикл Который был застрахован Все детали Которые ты Устанавливаешь На свой мотоцикл Ты должен регистрировать На специальном Техосмотре Вот И вносить То есть это Технический талон Да Вот Когда ты это Вносишь Ты за это Платишь деньги Соответственно Ты захотел Себе Руль Другой Вот Ты его купил На нем Есть специальный номер Если его нету То зарегистрировать Тебе его не удастся Соответственно Эта деталь Уже нелегальна На твоем транспортном Средстве Если ты там Попал в аварию И они Не дай бог Увидели Что у тебя еще стоял Руль Несертифицированный Соответственно Страховка говорит Извини дружок Виноват сам Вот То есть Как бы Нет Подожди Виноват сам И ты виновник аварии Что для автомата Нет Ну ты не виновник А то есть тебе ничего не выплатят Страховка Дай что я понял Короче Если мотоцикл стоковый Да То есть весь То тебе выплатят страховку Если там что-то не стоковое То тебе не выплатят страховку Ну тебе Подожди Стой Тебе выплатят страховку Но выплатят за стоковые детали Это Настолько деталей Да Это само собой Если ты там поставил Как говорится Дорогие детали Там Ручной работы Тебе их оплачивать Как бы не будут Ну если ты их не внес Дополнительной страховкой Типа знаешь Есть страховки На Модели Там Ручной работы Там да Но этим тут Никто не занимается Это очень дорого Да Вот То есть Первое Почему как бы Это происходит Из-за страховки Второе Из-за того Что Дороговизна Внесения Вот этих всех Изменений В технический талон То есть Каждая деталь Которую ты будешь Менять на своем мотоцикле Ну не стоковая То есть Не из каталога Да Мы не берем То есть В Хоролидейтсоне Это как бы Немного проще Там все детали Ну 90% Каталоговые То есть Они с серийными номерами И Заносятся они Практически Там Без проблем Вот А если ты что-то Уже Из ручных работ Хочешь вносить Там знаешь Какие-нибудь Подножки Да К примеру Там Или еще что-то Ну подножки По-моему Они Это без проблем Вносятся Ну вот Например Фара Да Вот Либо руль Такие вот детали Вот у меня Возникла еще проблема С Щитком Задним То есть Он был сделан Вручную Они его сказали То есть Эту деталь Мы не можем зарегистрироваться Сейчас мы подойдем К твоему досыку Я вообще мерзу То есть Почему не делают Такие Понятно Теперь следующий вопрос Ну и как у них Вообще С Харлеями На дорогах Вообще Харлеев очень много Очень много Переделанных И причем Переделанных В такую В такие щи Что там просто Как бы И на прямотоках Ездят И ездят на Хотя Хотя здесь Как бы Запрещено Делать 45 градусов Вынос Вилки Да То есть Ну Это просто Ты техосмотр Не пройдешь Я даже Видел и такие То есть Понимаешь Как бы Да запрещено Да Как бы Могут за это Оштрафовать Могут забрать Мотоцикл На штрафстоянку Да Ну не разрешить Дальше тебе Участвовать Дорожное движение Это все есть Но все равно Тем не менее Я вижу на дорогах Мотоциклы С прямотоками Переделаны И так далее То есть Ну Так вот Кто-то Идет Как ты говоришь Строе Да А кто-то Едет рядом И ему как бы Насрать То есть Да То есть Встречаются Такие люди Потому что Во-первых Здесь нету Такого Контроля Вот на Чтобы каждый Полицейский Прямо Хотел тебя остановить И проверить У тебя документы Вот Действительно ли У тебя все Внесено В твой Технический Талон Ну Как бы Если ты не нарушаешь Если ты Двигаешься По правилам Дорожного движения Да Даже на прямотоках Ну Им просто Это Хватает Работы Да Обычным Дорожным Полицейским Ну Своим А там Давай следующий вопрос Ставел Про дорожное движение Вот я Недавно Совсем Не знаю Смотрел Не смотрел Записывал человека Который Бесправ по Америке Ездил Фиг знает Сколько времени И проехал Всю Америку Его никто не останавливает Он рассказал о том Что Если ты ничего не нарушаешь Тебя никто не останавливает У вас так же? Да Здесь так же Но бывают Моменты Когда есть Плановая контроль Плановая контроль То есть Это Ну К примеру Как у нас Называют Пьяный водитель То есть Тупо всех останавливают И проверяют На Трезвость И причем У меня лично Было пару Ситуаций Меня остановили И не проверили Документы Ну Им только было интересно Трезво или нет Ну вот Смешно Но у меня лично Было так пару Раз Вот Но в основном Как бы проверки Есть Они редкие Довольно-таки Редкие И они такие Знаешь Явные То есть Они прям Их прямо видно Что они вот сейчас Себя остановят Ну слушай Редкие Ну за сезон Сколько там Ну 10 раз 5 Я тебе скажу так Я тебе скажу так Что меня на мотоцикле За 7 лет Что я живу в Германии Ни разу не остановили Редко Да Очень Ни разу Вот просто Тупо Ни разу Вот Хотя Может ты ездишь Чуть не там Может В туристической зоне Такая есть Фигня Ну смотри Смотри Есть Есть такой момент Если ты поедешь В какую-то Ну такую Красную зону Для мотоциклистов Это к примеру Там какие-то Национальные парки Там где Ну просто Люди все Вот прям Есть такие Города Где прям Знак такой висит Что Мотоциклу Больше 92 децибел Просто по этому городу Ехать нельзя Вот просто Тупо стоит знак Вот Ну если ты естественно Поедешь по этому городу Ну увези меня А тебя точно остановят Как бы Да И там уже будут Все вытекающие А так вот Ну Я не знаю Ну Наверное везет Ну соответственно Конечно Все еще зависит Ты можешь спросить Сколько я проезжаю За сезон То Как бы Если там ездить Там 40 тысяч То конечно Мне кажется Останавливать будет больше Да Но вот у меня Как бы не получается Просто ездить больше Допустим Ну 10 тысяч Я вот накатываю В среднем Ну больше не получается Просто из-за работы Друг сделать И Абсолютно Как бы Нормально себя чувствовать Теперь слушай Может ты знаешь Дай про техосмотр Лучше сначала И как проходит У вас Он у вас ежегодный Или как у нас Два года Раз в два года Проходит Раз в два года Раз в два года Да И какие требования 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 Чтобы твое транспортное Средство Соответствовало Его первоначальному Как бы Да Изготовлению То есть Чтобы Как это проверяется Что Как это проверяется Ну вот Ты заезжаешь В специально Оборудованный Ангар Человек Выходит Открывает Твои документы И смотрит Допустим У тебя там Мотоцикл Сузуки Там Такой-то Такой-то Ну не важно Да Какой-то Он открывает Компьютер И смотрит На Эту модель Да Соответственно И начинает И начинает Как бы Спрашивать А почему У тебя там Стоит Глушитель Какой-нибудь Не такой И еще Если там Еще нету ДБ киллера То Соответственно Он потребует Чтобы ты его Ну вернул обратно Потому что Как бы Без децибел Киллера Ездить Запрещено Вообще Здесь Ну Да Катализатор Как бы Тоже Да Если его нету Здесь тоже Огромный штраф За него Ну если он Предусмотрен В твоей модели Если его нету То как бы Проблем нет Ну и все Если у тебя Какие-то допы Стоят То есть Ну Которые ты установил сам Соответственно Ты должен был Все внести В свой технический Талон Если ты этого Не сделал То он просто Скажет Что я не могу Поставить Твое транспортное Средство Ну Продлить себе Техосмотр Ты должен Это все внести И какой Выход Ну выход Два Либо ты это Вносишь Либо ты это Не вносишь Так Если не вносишь То чего Если не вносишь То есть моменты Ну Сделать все-таки Этот техосмотр Все равно На каких-то Таких Есть моменты Да Я в принципе С этим столкнулся Все-таки есть Но он будет Как бы Сам понимаешь Нелегальный Да То есть У него Как бы Будет в компьютере Стоять Чтобы ты заехал Вот абсолютно Я понял А на деле Если тебя остановят Тебя штрафуют По всем Как говорится Канонам То есть Несмотря на то Что у тебя Он есть Спрашивать Как ты На свой мотоцикл Техосмотр Проходишь Не надо А Ну У меня Все Девяносто Процентов Легально А как Ты его Залегарил У вас же У тебя же Хендмейт Ну Смотри Был Был Как бы Был момент Действительно Сделать Как я Говорю То есть Легально И Сделать его Как говорится Полностью Легально Я обратился К официальному Дилеру Ну Тундербайку Вот И у них Уже Есть возможность Вот эти все Допы Легализовать Они от своего имени Их Регистрируют Что Они изготовили Там Твое колесо Они изготовили Твой Брызговик Я забыл Как по русски Если честно Ну Крыло Да Вот Так же Вот Сисибар Они мне тоже Делали Да Вот Получается Все Он проходит Полностью Там Они указывают Какой металл Сколько он выдерживает Килограмм То Он не сломается Если там Сядет На него Там 50 килограммовая Девочка Там Он протестирован И так далее И тому подобное И все То есть Единственное Что у меня Нелегально Это мой выхлоп То есть Они мне сказали Что Ну Чувак Мы тебе можем Поставить Оригинальный Выхлоп Все Вот Но Говорит Смотри сам То есть Твой чоппер Превратится уже Ну В другой мотоцикл Потому что Ну Как бы У тебя от выхлопа И идет Весь как бы Стиль мотоцикла Вот Они мне вообще Порекомендовали Если хочешь ездить Куда-то там В те страны Где-то вообще Серьезно Говорит Покупай второй мотоцикл Ну Это такое Знаешь Как бы Шутка Но Точно Так у тебя Выхлоп получается Нелегальный Ну да Ты его просто Меняешь При техосмотрах Дело в том Что вот именно Вот с ними Это без проблем Они как бы Это сами делают У них это Как бы А ну то есть Меняют выхлоп На поток Да То есть Когда приходит Специальный человек Ну Из техосмотра Там Объясню Как это происходит Вот к примеру Это вот Официальный Официальный дилер У них приходит Специальный агент Который Транспортное средство Ставит на учет То есть Осматривает их полностью Проверяет там Зеркала Чтобы на них стояли Там не меньше Да Они прям линейкой меряют То есть Твое зеркало Там заднего вида Оно там маленькое Это конечно Тоже проблема Вот Они соответственно Делают твой мотоцикл В такое состояние Чтобы он мог пройти Ну соответственно Потом ты забираешь Обратно свой мотоцикл Какой он у тебя был Ну у нас так же пример Менее пафосно Звучит конечно Это все Но смысл точно такой То есть Тебя ставят банки Заезжаешь Убираешь банки Да Одна и та же схема Потому что Все прекрасно понимают Что Даже вот все эти Ну механики Эти дели Они понимают Что просто этот мотоцикл Ну люди покупать не будут Если ну Ездить на нем в токе Ну это Ну унылое говно получится Вот эти Выхлопные трубы Там еще что-то Вот Ты что Хочешь сказать Что без прямотока Нельзя ездить что-то Нет Я не прям Не Не имею ввиду Что прямоток Я имею ввиду Ну подожди Стой Ну дело в том Что не то чтобы Как бы знаешь Я уже в процессе Нашел людей Которые делают Это дешевле И они уже Знаешь Космос Да Вот если так Кому-то здесь Германия Скажет что с ноля Была сварена рама И они ее зарегистрировали Я вообще не знаю Как они это сделали То есть Потому что вот у меня Была проблема Мне восстанавливали раму Хотел я просто Ее заменить На новую И они смогли Заказать из Америки Раму Вот просто Тупо Из-за поставок Там у них какие-то Возникли Проблемы со сроками И они не смогли У меня заказать Так что Как бы такой момент Мы просто Человеку в Америку В Германии Мотоцикл Доставляли Вот он дал ему Рассказывал Какая там система Вообще он переспрашивает То есть его заставили Привести все К стоковому виду У официального дилера Чтобы была Ну бумажка От официального дилера Убрать все Приматоки Фигоки Все вот это вот И был еще 32 процента Плюс еще налог Сверху Заодно Короче Воз То что не продвинула Германия Ну да Получается Они требуют 10 процентов От стоимости И 20 По-моему 2 процента НДС Или Ну что-то такое Жесть какая Да-да Я тоже Думал Слушай А как БМВ Ну как БМВ Там Распространенный Мотоцикл должен быть БМВ Это наверное Здесь Народный Мотоцикл Вот Ну Вообще Если так вот Говорить Кто на чем Ездит Ну просто Тупо Кто на чем Хочет Очень большой Выбор Мотоциклов Причем Там я даже Не знаю Иногда подходишь Смотришь Смотришь Такие модели Сразу Не понимаешь Что вообще За это Чудо Да То есть Ездят На всем То есть Кому Что Интересно Переделывают Эти Веспы Может Ты знаешь Эти Древние Тюнингуют Там моторы Им Они там Раскручивают Я не знаю То есть Немцы Я скажу Так Что Они Жуткие Фанаты Техники Они просто Настолько Фанатичные Я привез Из Беларуси Один мотоцикл Меня его Все Починить не могли Ну Он просто Не крутил Больше Девяти тысяч Они там Мне какие-то Сказки рассказывали Колдовали Что-то У тебя Говорит Мозги Там Я дал Механику Немецкому Через Буквально Полтора часа Он мне звонит И говорит Приезжай Забирай мотоцик Я говорю Ты его сделал Он говорит Да Я говорю Подожди Как Он говорит Ну приезжай Посмотришь Я приезжаю Который идет Из насоса С бака Да И он просто Вот так вот Ну перелом Перелом И прикол в том Что когда снимали Бак Чтобы посмотреть Что Он выравнивался Мотоцикл Как бы Крутил Как положено Вот это Как бы мелочь Такая А он ее быстро Нашел То есть Ну И это во всем То есть Во всех моментах Как бы Они как бы Вот что Касается Ремонта Делают Очень Качественно Быстро И Ну естественно Это стоит денег Час механика Вот например На Харли Дэвидсон Стоит 70 евро Час Вот То есть Ну Это дорого Да Но Дорого Да Но ты знаешь Что У тебя не будет Там вот этих Моментов Как у моего знакомого Что он отдал Мотоцикл И мы По-моему В Литве Или где Что-то там С ним поколдовали У него Наеднулась Коробка Вот Потом он Все-таки Опять отдал Мы починили Потом у него Заклинил Потом Что Хочешь сказать Беларусь плохо Чинит Мотоцикл Ну Ну И ладно На этом Хватит Я не буду Говорить Как Чинит Мотоцикл Пускай Это Останется Тайной Да 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 Очень Большой Никому Не скажем Не Ну Надо Что Скрывать У нас Такой Подход В общем Вот Он везде Такой На Смежном Пространстве Наверное Он достался От советской Власти Или Просто Здесь Живет А Если Немцы Приедут Сюда Я думаю Что Они Тоже Так Будут Делать Тут Просто Ну Не знаю Не знаю Если Ты Хочешь Вообще Вот Ну Вот Именно Поговорить О Этих Людях То Ну Это Отдельно Мне кажется Тема Да Она Тоже Как Быет Место Быть Много Интересного Ну Я Бо Не Сказал Что Их Можно Так Легко Поменять Да Ну Это Генетика То есть Это Люди Они Это Они Это Как Бы В Крови Слушай И Последнее Давай По поводу Туризма Сейчас Правда Ничего Непонятно Ничего Непонятно Долго Не бывает Оно Когда Нибудь Будет Понятно Вот Поэтому Ну Хренов Знает Вдруг Какие Границы Откроют Наконец До Этого Они Были Закрыты С Ковидом А Сейчас Непонятно Из-за У нас обстоят дела С туризмом Через вас В смысле Съездить Просто Насколько Мы с тобой Сговорили об этом Во-вторых Я как бы Наслышан Что Ну То есть Если Например Приезжаешь В какую-нибудь Там Говорю Там Финляндию Где ездил Такую Там Италию Там Хорватию Там Всем Вообще Глубоко Наплевать То есть Живешь Ты тут В палатке Не живешь Там Никто На тебя Не смотрит Никто Никому Нафиг Ночевать Где ты хочешь Да Но Как правило Все стараются Ночевать В кемпингах Ну Во-первых Кемпинги Не такие Как бы Дорогие Но Они очень удобные Ну К примеру Там есть Все Что тебе Необходимо Да То есть Ну Европейскому Туристу Да Скажем Так Если Вообще Брать Ну По Олдскулу Конечно Можно Можно найти Где-то Там Лес Можно найти Где-то Там Парковку И так далее И Это Касается Не только Германии Это И Австрию Можно брать И Швейцарию То есть Ну Ты можешь Это сделать И Ну Если Конечно Касты Еще Не будешь Жечь Там Двухметровые Да Но Люди Просто Здесь Так Воспитаны Да Ну И Сам Просто Ну Как бы Тянешься А Я понял Я понял Да Если Можно Остановиться На кемпинге Ну Ты думаешь Ну Че Я буду Как Говорится Да Ну Останавливаешься Тоже И Причем Их На Такое Большое Количество Ты Вот Просто Тупо Открываешь Ну На Картер Кемпинги И Очень Много Плюсов Что Они Всегда Располагаются В таких Интересных Местах Ну Там Обязательно Какие-то Горы Либо Какое-то Озеро Красивое Ну То есть Сделано Так Чтобы Человеку Было Даже Интереснее Останяться На этом Кемпинге Нежели Где-то Там Ну На Трассе Вот Ну Это Что Касается Вот Ну Я Когда По Норвегии Ездил Такая Фигня Они Ставят В очень Неудачных Местах Они Там Столько Что Просто Смешно Как бы Да Ну Вот У меня Был Опыт Конечно В Швейцарии Я Заплатил За Палатку Что Поставить 100 евро Докольно Да Ну Это Конечно Был Такой Я Потом Долго Не Спрашивал Почему Такая Цена А Они Мне Говорят Это Особое Место Я Говорю И чем Оно Было Особое А У вас Есть Типа Персональная Вот Ну Вынесена Типа База Для Зарядки То есть Вы Можете Там Заряжать Свой Вон Мобиль Ну Это Ну Дом На Колесах Да Я Говорю Так У меня Палатка Я Могу Разбить Вообще У вас Нет Нет Нельзя Типа У нас Такие Правила Ну Я Замущенный Был Шел Дождь Я Вымок Короче Жутко Я Ну Решил Просто Я Почти Там Больше Тысячи Кемпинга Я Мог Остановиться На Автобане Там Очень Такая Тоже Была Интересная Парковка Вот С большой Территорией Полей Таких Зеленых Я Вообще Думал Не Разбить Ко Ли Мне Здесь Палатку Вот Ехал С другом Он Что-то Такое Мне Говорит Да Нет Нет Полиция Прогонит Я Думаю Кто У нас Прогонит Уже Как бы Вечерело Темно Говорю Ну максимум Они приедут Утром И то Мы уже Соберемся Уедем Ну послушал Его Поехали Ну вот Попали В такую Ситуацию Глупую Хотя Сами Виноваты Могли бы И не ехать В этот Кемпинг Вот так В среднем Кемпинге Стоит Ну от 16-15 Ехалов Ну это Немного Это Немного Там У тебя Будет И Вай-фай Вода Ты можешь Там Даже Готовить Электричество Ну в принципе Удобно Очень Чтобы Ну как бы Не останавливаться В отеле Например Да Можно останавливаться В кемпинге Ну окей Ладно Мы говорили Почти полчаса Купают Основную машину Для Ну ездить на работу Там по делам И у них Стоит обязательно В гараже Какой-нибудь Такой старый Корч От которого Они прутся И катаются По выходным На нем Вот И причем Еще прикол Что вот на этой Технике Нет ограничений Там По въезду В город Обычно Евро 4 Необходимо Чтобы была Зеленая наклейка Вот на эти Корчи Это Ну Не требуется То есть Они Вот как Главное Чтобы ты Не менял Первоначальный Вид Вот если Там Стоит мотор Там Двеобразный К примеру Да Ты не можешь Туда всунуть Там Ну Четырехрядник Какой-нибудь Или еще Что-нибудь Иначе Твое Транспортное Средство Выпадает Из этой Категории То есть Короче На технику Старше 30 лет Получается Нет налога Нет Налог ты не плачешь И Меньше страховка Страховка Вообще Такая Ну А у тебя Какого года Мотоцикл Девяносто 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 То есть У тебя Получается Нет налога Что ли А Подожди У тебя Не старше 30 лет Еще Девяносто Второй Да 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 Еще Ему Нужно Немножко Пожить Ну Смысл Смысл Такой Что Да Они Прям Причем Это все У них Так Происходит Да Ты не должен Ходить Куда-то Что-то Носить У них Восвбожден Там От налога Так как Моя техника Перешла Волдску Это Блин Как же По-русски Зово Олд таймер Олд таймер Вот И все Как бы Ты Абсолютно Так же Можешь кататься На ней Езжать Города Какие-то И еще Вот такой момент Если вот На твоем Мотоцикле Вот К примеру Ты купил Старый Да Там по-любому Уже Как прямотоки стояли Там наверное Конечно Там другого Не было Никогда Вот И ты на таком Мотоцикле Если будешь ехать И тебя остановят Эти вот Злостные Вот Товарищи Контроли Децибелов Они тебе Ничего не могут Сделать Ну а внешний вид Извини Ну А что внешний вид У тебя Главное Чтоб свет Работал Соответственно Да И На изменение Конструкции Там же должно Везде написано Там правда На стоковом Ничего не написано На рулет Не написано Что это Кардитейс И номер на нем Нет Ну смотри Дело в том Что вот именно На старой технике Тех годов Я не знаю Там Настолько ли Заморачивались С этими номерами Нет Не заморачивались В 60-м году Даже номера рамы Нет вообще Ну тогда Тогда они тебе Ничего не смогут Предъявить Ты им просто Откроешь Этот вот Модельный ряд К примеру Да И покажешь Ну вот скажешь Ребята Так у них Номеров на раме Не было И все Скажешь Хочешь Я могу Краской вам Написать Будет номер Вот Поэтому Как бы здесь Ну В пределах Вот закона Можно находить Вот эти вот Дырки Причем Они такие Огромные Что иной раз Я вот езжу И думаю Что Почему люди Так вот Ну Заморачиваются Да Я сам Иной раз Думаю Может быть Я и не стал Бы переделывать Сиденья Вот это все Мне просто Хотелось Чтобы возможность Перевозить Пассажира Была Ну Вот Как у тебя Да То есть Единственное Что у меня Сейчас Пришел К чему Что я не могу С рулем Никак Победить Я решил Ставить Белтвел Такой узкий Оказывается Его на сплингер Присобачить Не такая Простая Задача Там Полностью Надо менять Вот этот Райзер А из-за того Что у меня Стоит Споростеровский Баг Он Будет В него Втыкаться То есть И знаешь Вот это все Как ступеньки Начинается Новый геморрой То есть Я уже Просто Начинаю Начинаю Думать Блин И вот Как они Мне сказали Говорит Если ты Хочешь Заниматься Переделкой Или строительством Мотоцикла Говорит Ты должен Просто Брать Раму Начинать Строить Мотоцикл Если ты Будешь Брать Мотоцикл Уже Который Ездит И начинать Его строить В итоге Это получится Ну Просто Пиздец Ну Вот Они Мне Так И Сказали Ну В чем Тогда Потому Что Будешь Вечно Переделывать Одно Трогишь Другое Будешь Переделывать Когда У тебя Есть Рама И Ты Начинаешь Строить От Рамы У тебя Должно Быть Четкое Понимание Что Ты Хочешь Делать А Вот Если У тебя Его Нет Будет То же Самое Бесконечный Зато Прикольно Ну Так Можно Пойти И Просто Новый Купить И Ездить На Нем А Тут Видишь Сколько Интересного Будет Есть Ну Ты Знаешь Вот Смотри Про Новые Мотоциклы Что Я Тебе Скажу Вот Когда Мой В ремонте Был То есть Больше Года Вот Мне Нужно Было Ехать В Австрию Я Пришел Говорю Ребята Мне Нужен Мотик Они Говорят Нет Проблем Вот Тебе Новый Стрид Лайд Садись И Едь В закат То есть Вообще Даже Не взяли У меня Никакой За него Залог Там Еще Что Причем Я ехал В другую Страну Представьте Они Тупо Мне Дали Мотик Мечи В закат Дружище Вот И я Вот Проехал На этом Мотоцикле Ну Около Шести Тысяч Тоже Мне Никто Не сказал По пробегу Ничего И Вот Что Я Хочу Сказать Ну Новый Мотоцикл Новый Мотор Да Ну Как Он Едет Да Он Прет Там И Навигация Там Стоит И Ветрозащита Все Ну Вот Я На нем Приехал Да Я С него Слез И Когда Подошел Посмотреть Что С моим Мотоциклом У меня Поднялось Настроение И Вот Что Я Хочу Сказать Что Вот Кажется Старый Мотоцикл Да И Новый Новый Мне Ну Ничего Кроме Комфорта Тупо Не Подарил Ну Да Мне Было Комфортно Ехать У У меня Большой Бак У Не Парился Ну Я Никаких Эмоций Не Получил Я Тупо Знаешь Как На Электричке Проехал Туда И Проехал Обратно А Когда Я Ехал На Своем С Этим Баком Восьмилитровым У Меня Схемы Где-то Не Обсохнуть Еще Что Что Начал Под Долбашивать Мотор Еще Что Еще Что И Вот Такое Едешь И У Тебя Жизнь С Этим Мотоциклом Начинаешь Думать Блин Что 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 С Нем Не Так Ну Знакомая Тема Я Думаю Ты Это Как Был Конечно Нет Ну Я Его Проковырял Весь Поэтому У меня Свои Мысли Что Я Там Не Доковырял Вот И Оно Периодически При езде Что-то Там Происходит Обычно Помелче Что-то Там Бывает Слушай А у тебя За Мотоцикл Потом Джиксер Потом Хаябуса Ну вот Хаябуса Кстати До сих пор Осталась Я Периодически На ней Выезжаю На автобан Здесь же Как бы Знаешь Такой Безлимит Можно Дать На ней Опустошить Своих Как говорится Разум Вернуться Домой Ну И Кстати Когда я Купил Харлей Вот Прошлый Сезон У меня Хаябуса Наверное Отстояло Практически Все лето Меня Тупо Звали Там Ребята Кататься На прохват И я С ними Выезжал И мне Просто Неинтересно Было Не знаю Почему Мне уже Неинтересно Стало Гоняться Как-то Хотя Я и на трек Ездил Несколько Раз То есть Ну Я Как бы Понимаю Для чего Нужен Мотоцикл И Может Быть Из-за Трека Меня И отпустило Когда Я Выехал На трек На спортивном Мотоцикле Я Вообще Потом Приехал А Нафига Люди Ездят На сликах Ездят Я думаю Зачем Это Они же Не работают В городе Вообще Как бы Да По факту Кстати В Германии Запрещено Участвовать В дорожном Движении На сликах То есть Да Если ты На сликах Будешь ехать Тебя Как бы Нахлобучат Ну Если Остановят Да Если Не остановят Можешь ехать Вообще Без выхлопных Труб Конечно Я тут Такого Насмотрелся Блин Таких Бля Ну понимаешь Здесь вот Всего так много Что я даже Не знаю Про что тебе Рассказать Потому что Чтобы ты Вот меня Спрашивал Я бы Наверное Не замолчал Да Я не знаю Что тебе Интересно Потому что Вот ну Скажу одно Что немцы Это жуткие Фанаты Мотоциклов Это просто До кости Мозга И причем Очень много Людей Которые Даже сами Вот ну Такие Как у Либина Как у нас Да Вот мы привыкли Думать Что такое у нас Либин Есть Не поверь Здесь есть Такие маньяки Блин Я к одному Зашел Знакомому В гараж Ну подумал Ну сейчас К нему зайду В гараж Увижу Там обычно Ключи на стенке Там Что-то такое Да Он поднял Дверь Я говорю Это мастерская Ты здесь работаешь Он говорит Нет Это моя Ну У него станки Там Фрезеровочные У него Вот эти вот Знаешь Я говорю Зачем тебе Это все Он говорит А вот у меня Хобби Там Он полностью Может резину Менять Там Центрировать Там Короче Ну представь Целая мастерская И это его хобби Он даже не механик По профессии Как бы Да Я бы понял Если бы он был механик Он бы знаешь Где-то там Халтурил Или еще что-то Нет Он абсолютно Как бы нормальный Человек Ходит на работу Вот Так что В этом плане Конечно Они Молодцы Ну Из моего опыта Только как бы Позитивные Есть конечно Леворукие Такие Да Которые не могут Даже воздух там Накачать Есть и такие Ну это везде Есть такие Как бы Знаешь Есть такие Ребята Которые там И Цепь потянуть Не могут Знаешь Смотришь У него цепь Болтается Говорит Чего цепь не потянешь Он говорит А менять пора Я говорю Ну я понял